Привет, ребят! В общем, уже завтра я еду в Киев. Я еду не в общежитие, как я думала, и даже не в арендованную свою квартиру, как я думала. В общем, ребят, тогда я ехала в Киев и думала, что я буду жить у своих родственников. Но, как вы поняли, на следующий день все очень поменялось. Так что смотрите дальше видео и поймете, куда я поехала реально. Я тут уже собрала очень много вещей, и мама мне говорит все еще раз перебрать, потому что, очевидно, далеко не все мне понадобится. Но сейчас мы с родителями собираемся поехать купить мне немного какой-то посуды, кастрюли. И вообще, мы написали список, что надо купить, потому что и еда мне, очевидно, надо, какие-то крупы, какие-то закатки. Папа уже с огорода привез мне помидоров, лука, картошки. В общем, меня уже, правда, отправляют в столицу покорять ее. Так что пойдемте и будем покупать все это. Я очень хочу документировать все эти моменты, потому что, мне кажется, через пару лет я буду смотреть и думать, Боже, Аня, почему ты так нервничала в тот период? Все же хорошо, все получилось хорошо. Я надеюсь, будет так, так что поехали. Мопаточки у вас есть, да? Мопаточки. Ну, можно такую. Ну, потому что я мала. Вот такую я такую люблю. Видите, артбелла. В общем, ребят, мы уже приехали домой, купили тут кастрюли, сковородки я вам показывала, еще мне очень много колгот, носки на батаре. В общем, собирают меня так полноценно уже. И сейчас я тут достала свой зеленый чемодан, и мне кажется, будто бы он такой огромный. Но еще я вспоминаю, что когда мы ездили с друзьями в затолку на 5 дней, мне еле хватило этого чемодана. И тут я смотрю банально просто на вещи, не падать, которые у меня лежат на кровати. Я понимаю, что, Боже, Аня, ты реально думаешь, что ты все это сюда вместишь? Это Unreal и Talbit. Но мне мама говорит, что, как бы, Аня, не бери все, что ты сложила, потому что это бессмысленно, если честно. Мне кажется, она права. Так что сейчас надо хоть как-то в большей мере все спаковать в чемодан. Будем сейчас с вами этим всем заниматься. Люблю паковать чемоданы, конечно, но люблю паковать, когда я знаю, что это возможно сделать, а не тогда, когда ситуация обстоит немножечко вот так. Но посмотрим. Так, в общем, ребят, тут уже немного сложился чемодан. Тут еще мама мне помогла, наверх положила вот кофту, постельное белье. О, мы сегодня, кстати, купили какая-то вот такая вот растетка, в целом выглядит красиво. Еще два полотенца мама мне дала, кухонные полотенца, штаны белые уже постирались. Кстати, еще, ребят, папа мне купил сегодня перцовый баллончик. Я у него попросила опробовать. Конечно, тестировать мы его не будем. Надеюсь, не будет случаев, когда я смогу его протестировать. Думаю, эта вещь нужна. Хотя, конечно, надеюсь, пользоваться ею я не буду. Я тут уже, кстати, собрала немножко косметику. Там консилер, тени взяла, резинки, вот крабик. В общем, такое все минимум. Я не набираю прям очень много, хотя, ну да, вообще, типа чуть-чуть, буквально. Это еще вещи, которые я все-таки решила оставить и собрать потом, в следующем разом. Возможно, что-то из того, что я уже взяла привезти. Тут еще разные блузки мама мне помогла сложила, чтобы сразу прям их повесить в шкаф. Так будет удобно. Тут канцелярия разная и ежедневник, который я 100% собираюсь часто заполнять. Потому что, мне кажется, это интересная такая эпоха, которую я буду описывать. Так что я сейчас хочу взять рюкзак и поскладывать в него, ну, максимально всю канцелярию, которую я смогу. Чтобы не просто пустым везти рюкзак зачем. Я, кстати, когда еще снимала свое последнее видео, тут в рюкзак клала разные тетрадки. Вот, пенал тоже клала. И сегодня я думала, боже, где мой пенал? Я думала, что он где-то за кровать закатился. Вообще не могла понять, где он. Я просто забыла, что я в видео все это складывала. Так что сейчас хочу наполнить пенал разными ручками. Также я еще книжечки себе взяла, потому что, мне кажется, будет время, чтобы читать. Думаю, еще и в университете должна быть какая-то интересная библиотека. До сих пор не могу поверить, что завтра уже я еду. Как? Теперь надо будет как-то все в пакет положить. Вот эти вот папки, еще книжечки. Я взяла «Три метра над небом», которые я взяла еще на море. Но тогда начала читать «Унесенные ветром» и решила прочитать их, прочитать и вторую часть. Но эту книгу, я думаю, я тоже начну. «Психология влияния» еще взяла. Это еще мне планер надо положить. Тоже собираюсь его взять. Тут стоят уже кастрюльки. И еще кастрюлька. Это, кстати, очень красиво. И тут на ней что-то написано. «Культо». Прикольная такая. И сковородку еще мне взяли. В общем, буду готовить. И еще такая очень красивая, как мне кажется, досточка. Хотя она достаточно такая тяжелая. В общем, сейчас буду вот тут вот складывать. Наверное, надо будет сейчас сюда сложить какие-то мельнорыльные, шампуни и все. В общем, я тут уже собрала свои разные шампуни для душа. Мои мамы с папой люди, что по ним так волнуются, переживают. Делают мне какие-то сейчас ксерокопии всех важных документов. Сейчас надо, чувствую, сделать перерывно покушать, потому что мы все безумно нервные. В общем, мы только что покушали. И еле-еле-еле нас застегнули с мамой этот мой чемоданчик. Тут еще что-то положили. Не падай, прошу тебя. Стойся, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Мы его уже увеличили. И реально, там еще 100% будет очень много разных сумок. А сейчас надо будет собрать свою технику. Ноут, разные тут наушники, флешки. В общем, все, что не надо на постоянной основе. Потому что, ну, без этого никак. В общем, ребят, я будто бы уже все собрала. Такое нервное состояние, конечно. Уже приняла душ, переоделась, расстегила свою кроватку. Я понимаю, что я буду спать на ней последний раз. У меня в жизни, конечно. Но вообще, перед таким переездом, родители что-то сейчас там еще смотрят. Дорогу точно. Как проехать по самому Киеву. Так что, в общем, я уже сейчас буду засыпать. А уже завтра в дорогу. В общем, мы нагрузили машину. Загрузились туда сами. И поехали. Во время дороги я очень нервничала, переживала. Не знала, что меня ждет. Еще меня немного тошнило. Временами наступала огромная грусть. Потом она менялась на предвкушение чего-то интересного. И тогда в дороге мне позвонили и сказали, что я все-таки получила комнату в общежитии. И мы направились прямиком туда. В общем, ребята, когда так получилось, что я заезжаю в общагу. Я думала, мы едем на квартиру к родственнице. И оказывается, мне дали общежитие. Так что я тут уже воню. Я там уже оставила часть своих вещей. И сейчас тут жду лифт, который никак не хочет ко мне ехать. И будем с родителями еще ехать в Эпицактор. Потому что надо там докупить всякие штучки для декора. В общем, я вот таких каких-то странных чувствую. Я будто бы и рада, что в общежитии. Будто бы я понимаю, что больше, как это, это уже реально все. Я уезжаю из дома. Хотя, кто знает, потому что скоро будет дистанционка. Я вернусь. Но сейчас я понимаю, что я так буду скучать за родителями. Я их так сильно люблю. Потом мы поехали в Эпицентр закупаться. В основном нужно было купить разные тряпки, моющие средства, ведерко, миску. Я брала все, что считала нужным. Еще захотела такой коврик себе и плед, чтобы хоть как-то создать уют. И мы вернулись в общагу. Родители помогали мне убирать все, наводить порядок. В общем, ребят, я уже заселилась в общежитии. Уже родители помогли бы разложить мне немного вещи. В большей мере родители. Я просто сидела, потому что я так устала. У меня так болели ноги, меня так тошнило. Мы ходили по Эпицентру. Мне казалось, что, боже, меня вырвет прямо сейчас. В общем, как вы видите, вот так вот выглядит моя комната. Мы тут развернули стол, потому что он по-другому стоял. Сейчас я хочу немножечко еще пораскладывать все, потому что мама мне помогла так быстро чемодан освободить, потому что они его собрали, и он очень много занимает места. Такой, конечно, тяжелый день был сегодня. А сейчас еще дождь идет. Я думаю, вы слышите все эти звуки. Это, конечно, очень прекрасная погода для начала новой жизни. Тут еще, кстати, одни жалюзи поломаны, и другие вот тут вот. Сейчас откроем окно. Смотрите. Вид, конечно же, вон вам прекрасно заметен. Дождливый Киев. Молния, гроза, гром. Прекрасно. Прекрасно. В общем, такой начальный рум-тур моей комнаты. Тут холодильник, который размораживается, потому что тут айсберги. Это кровать девочки, которая сейчас ушла. Тут наш стол, кровать, шкаф, еще шкафы. В общем, тут очень много разных шкафов, и это хорошо, потому что, ну, реально, у меня было очень много вещей. Уже у меня тут застелена постелька. Это, кстати, коврик надо будет еще сюда постелить, потому что эта плитка меня совершенно не вдохновляет. Конечно, я понимаю, что будто бы эти обои выглядят хорошо, но это немножко не моя эстетика, так что, возможно, я буду как-то все это менять, переделывать. Я думаю, стопроцентно я хочу сделать из этого что-то иное, так что буду вам снимать все, показывать, рассказывать. Продолжение следует... Распакуем сейчас коврик. Смотрите, какой он прям мягенький. Не огромный, как у меня дома, конечно, но мягенький. Тест драйв пройден. Ну, в общем, ребят, я тут пока немножко обустроила все. Тут у меня висят вещи, одежда, тут оставили мне родители картошку, лук и помидоры, в общем, прекрасно. Тут разные крупы, вот алия, в общем, все, что надо. Здесь мы фен купили, моющие, тут мыльнорыльные сумки, книги. Тут пока этот шкаф у меня пустует, только внизу немножечко распределила там вещи. А одежду всю, кстати, я сложила под кровать пока. Кровать сейчас уже практически готова ко сну, и я, наверное, уже скоро тоже буду ложиться. Хотя, передайте, наверное, пойду еще там познакомлюсь немного со всеми. Ну, в общем, ребята, сегодняшний день был невероятно длинным, невероятно тяжелым. Но сейчас в целом я могу вам сказать, что я чувствую себя достаточно хорошо, потому что были периоды, когда я думала, боже, почему? Почему я переезжаю в этот Киев, который просто наполнен пробками? Почему я не остановлюсь в своих прекрасных, тихих, спокойных черкасах? Но сейчас я понимаю, что это важный этап. Я надеюсь, я справлюсь с ним, и все у меня будет хорошо. Так что, наверное, на этой ноте я и закончу сегодняшнее видео. Потом буду уже вам снимать, как я обустраиваю комнату, и вообще показывать все, что происходит в моей жизни. А сейчас спасибо вам, ребят, за просмотр. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю и всего самого лучшего желаю. До новых встреч, до новых видео!